МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в Русский дом. Сегодня, по-моему, только ленивый не говорит о здоровье президента. Вот и скоропостижный визит Бориса Ельцина в Центральную Азию. Комментируют, надо сказать, с одной точки зрения, с медицинской. Это, конечно, верно, но нельзя забывать и о том, зачем Ельцин поехал в Казахстан и Узбекистан. В Центральной Азии сложилась новая ситуация. Активно игравшие в незалежность и демонстративно дистанцировавшиеся от Москвы Казахстан и Узбекистан, еще не так давно тешившие себя надеждами на стратегическое партнерство с самими Соединенными Штатами, хотя мало кто в Америке сможет с первого раза показать Узбекистан на карте, столкнулись с такими проблемами, которые заставляют их поворачиваться лицом к Москве. И не то, чтобы Запад не помог, и не то, чтобы он бросил молодые, так называемые, среднеазиатские демократии на произвол судьбы. Но как-то быстро у них вышли деньги, кончились, а новых дают все меньше и меньше. Объясняют это кризисом азиатским. Да, и экономическое чудо не случилось в этих республиках. Так что на выборы идти Каримову и Назарбаеву особо не с чем. Можно, конечно, быстро организовать всенародное ликование. Особенно большой мастер на этот счет у нас Нурсултан Назарбаев. Но ведь себя-то не обманешь. Так что у них при всем богатстве выбора другой альтернативы, кроме как обратить свои взоры к северному соседу, нет. А чтобы наши отношения, будем надеяться, обновленные, не были подвержены различным сюрпризам, личные договоренности и контакты между руководителями государств хорошо было бы дополнить определенным набором практических шагов, которые бы создавали систему отношений, независимую от зигзагов личных настроений того или иного политика. К примеру, о военном сотрудничестве, о координации внешней политики, о льготах для российских товаропроизводителей и инвесторов, о гарантиях русскому населению, о порядке взаиморасчетов на уровне хозяйствующих субъектов. Но, в принципе, нужно признать, что сегодня перед Россией открылись определенные перспективы наращивания своего влияния в Центральной Азии, причем не только политического, но в перспективе и экономического. Задача заключается теперь в том, чтобы за начавшейся президентской гонкой не упустить эту возможность. Другой может уже и не представиться. В нашей программе мы еще вернемся к ситуации в Центральной Азии, точнее к выборам в Казахстане. А сейчас я бы хотел остановиться на наших внутренних проблемах. Приближаются думские и президентские выборы. Сегодня в России десятки, да если не сотни партий, на любой вкус и цвет существуют. Большинство из них обещает в короткий срок построить рай на земле. Пока у них это не получается, у тех, кто приходит к власти, то, по всей видимости, и не получится. И вот сегодня мы знакомим вас с новым общественным, российским, общественно-политическим движением «Слово и дело». Это движение ставит главной задачей запрещение абортов вплоть до уголовной ответственности. В малом конференц-зале мэрии состоялась презентация общероссийского общественно-политического движения «Слово и дело». В программе движения «Слово и дело» записано – главное богатство России, ее народонаселение. Вот почему первым пунктом программы является запрещение абортов на всей территории России и законодательное признание их детоубийством. Каждый год мы убиваем 8 миллионов детей, а в день по 18 тысяч. Никакого возрождения не даст Господь, пока мы совершаем это беззаконие. Страшнее этого ничего нет. Мы будем в любом случае все это время стремиться объяснить хотя бы одному, дополнительно одному человеку, или заставить задуматься хотя бы одного еще человека о том, что не нужно убивать своего ребенка, мальчика или девочку. Уже с ручками, с ножками, сосущего пальчика в животе у матери. Общественно-политическое движение «Слово и дело» в своей программе призывает поставить вне закона оккультную и прочую колдовскую деятельность, а также запретить любую деятельность, направленную на духовное и физическое растление наших детей. Признать единственной и достаточной идеологией для возрождения России святоотеческое учение православной церкви. Возродить сильную армию, направленную на отражение всех видов внешней агрессии, а за преднамеренное предательство интересов страны или нанесение ей ущерба ввести жестокое наказание. Лидеры движения «Слово и дело» заявили, что в их деятельности есть и будет только один критерий – польза России во славу Божию. Великий русский ученый Менделеев полагал, что сила страны определяется числом жителей ее населяющих. Ныне, как сообщают статистики, естественная убыль населения России ежегодно составляет более миллиона человек. Сегодня гость Русского дома Вадим Григорьевич Первышин, доктор экономических наук. Вадим Григорьевич, может ли убыль населения в мирное время считаться естественной? Совершенно верно, Александр Николаевич. Это естественный прирост только может быть. А когда убыль населения идет, когда люди все привыкли, весь мир у нас с каждым годом увеличивается численность населения на земном шаре. Еще 10 лет тому назад на земном шаре проживало 5 миллиардов человек. В этом году уже 6 миллиардов. Только одна наша страна, к сожалению, вот уже с 92-го года у нас каждый год идет неестественное убыль населения, когда число умерших превышает число родившихся. Это неестественно. 92-й год 220 тысяч, 93-й год 770 тысяч и так далее. Сейчас дело уже дошло до того, что миллион человек каждый год убыль. Это дико. Вот на сегодняшний день у нас в России насчитывается 147 миллионов человек. То есть столько же, сколько было в 1926 году. Совершенно верно. Но дело в том, что, Александр Николаевич, в 1926 году, хотя и было тоже 147 миллионов человек по переписи 1926 года, но структурный состав населения был чрезвычайно молодой. Будем говорить так, если на тысячу жителей в те времена, людей старше 60 лет, то есть пенсионеров нынешних, приходилось всего 68 человек. 60 человек. А сейчас-то у нас 205 человек. 205 человек. На каждую тысячу. Да, на каждую тысячу. А молодых было тогда 400 человек до 16 лет, а сейчас у нас молодых 200 человек. Так что положение... И здесь нельзя сказать, что мы откатились на 72 года назад. Положение очень тревожное. Потому что нет молодых, кто бы мог рожать. Ведь тогда, как это ни странно, у нас в 1926 году родилось-то 5,5 миллионов человек. А сейчас-то у нас только 1,2 миллиона человек. И вот когда вы сейчас заговорили об абортах, 3,5... У нас делают ежегодно 3,5 миллиона абортов. Это страшная цифра. 1,2 рождается, а 3,5 делает. Почти в три раза больше. Что такое сделать для женщины аборт? Один раз. Это, может быть, ей повезет, что будет потом ребенок. А уже второй раз она сделает аборт. Все. Уже вряд ли там будет ребенок. Статистика говорит, как выбирает Центральная Россия, то есть русская, где сосредоточено русское население, Москва, Ленинград. Вы знаете, когда говорят нам, что Москва очень хорошо живет, в том смысле финансово как-то, то я должен сказать, что ведь москвичи вымирают очень быстро. Несмотря на все заверения, которые вот сейчас говорится, как у нас хорошо в городе, за последние 8 лет, вот опять начиная в 89-й год, 90-й, даже 91-й, уже в Москве вымирание шло народа. Вот за последние 8 лет у нас умерло 400 превышение, вот убыль. 450 тысяч человек. Это целый район там. Ленинградский, вот северный административный округ. Целый район. И в этом смысле умирают вот эти одинокие дедушки, бабушки. То есть Москва, в принципе, пополняется за счет приезжих. Да, да, да. В основном, да? Москва и Ленинград, будем говорить. Потому что положение даже в Москве хуже, чем в целом по России. В целом по России, если вот этот коэффициент неестественной убыли, минус 6 на 1000, в Москве минус 10. Вот какие цифры-то. То есть у нас город Старческий. Город Старческий. Даже вот если говорить опять вот то, что я сказал, 202 пенсионера по России, в Москве-то 350 пенсионеров на 1000 человек живущих. Вот какие цифры. Ну, а если в целом смотреть по России, то как вот можно, ну так вот наглядно бы вы представили, как у нас сказывается... Какое положение дел? Положение дел, я должен сказать, ужасное. Просто ужасное. Здесь просто, как говорится, сердце кровью обливается. Ведь вы посмотрите, вот с каждым-то годом у нас растет число самоубийств. Убийство растет. Но самое главное вот самоубийство. Ведь если сравнивать вот опять этот же 90-й год там за 100% взять, ведь сейчас в 2-3 раза больше самоубийств. Это страшные цифры. Это раз. Потом вы посмотрите, что у нас вообще... Вот Министерство здравоохранения все эти цифры знает, но почему-то не хочет, чтобы наши люди это все знали. Ведь что значит, там люди сходят с ума и так далее, и так далее. Ежегодно в психических учреждениях увеличивается на 25-30%. Ежегодно. Это страшные цифры. То есть психически больных становится с каждым годом все больше. Наркоманы, это же все пьяницы. Это вот разрушение нашей России. И когда мы слышим с вами, кто-то говорит о возрождении России, когда вот такая ситуация в стране, это просто глумление над нашим народом. Глумление. Ни о каком возрождении не может быть и речи, когда такая ситуация. Вот о чем идет речь. Ну, как я понимаю, вы рассказали такие, я бы даже сказал, страшные цифры привели. Страшные цифры, да. Не для того, чтобы всех нас напугать. А чтобы люди знали это. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо за то, что вы нашли время прийти к нам в Русский дом. В Малом, как известно, видится большое. А может быть, вот в этой истории, которую мы узнали в одном из сельских районов Тверской губернии, можно рассмотреть и гораздо большие масштабы. Хотели рассказать об истории села Водропурск, лежащем на берегу реки Верцы. О замечательной природе этих мест. О целительных источниках. О храме, возносящемся куполами и колокольней над округой. Над пробегающей рядом трассой Москва-Петербург. Но, видимо, созерцательному спокойствию не досуг в сегодняшней жизни. Как только приехали в село, сразу окунулись в атмосферу тягучей неизвестности, неопределенности, ожидания. А что-то будет дальше. Еще несколько лет назад здесь процветал колхоз-миллионер. И вот недавно хозяйство было признано банкротом. В июле назначили управляющего внешнего, товарищей Санкт-Петербурга. Я думаю, что чисто в каких-то улучшениях работ и хозяйства он вообще не заинтересует. Просто тянут время, чтобы до конца разделаться и все. А вообще село у вас дружное? Село большое, но, понимаете, каждый живет как бы своей ячейкой. Меня беда не трогает. Ну, наверное, и хорошо. Село большое, но каждый в нем спасается так, как себе это спасение представляет. Кто определился на заработки где-то на стороне, кто живет в пенсии, огородами, кто промышляет ягодой, наберет и продаст на бутылку. Есть и такие особы женского пола, что выходят на трассу. Как раз здесь, на перекрестке Вудропужска, одно из самых бойких мест. Тут сидит зазывало с надписью «Чеки». Такое условное название. Изредка по этому шоссе приезжает и внешний управляющий, товарищ из Санкт-Петербурга. С простой логикой действий. Продать то, что продается, а там и след простыл. Последнее, что сдерживает, земельные паи. Которые пока продать нельзя, а так бы вообще ничего у крестьян не осталось. И никаких тебе прав. Ну, это трудно сказать, какие у нас права. Работаем. Ну, а как вот работаете? Деньги получаете? Нет. Давно? Ну, сколько, полтора года уже. А какие-нибудь контакты с вашим руководством-то, они есть? Перспективы на будущее рисуются? Какие-то задачи ставятся? Или так все, как бы по инерции? Вы там ходите на работу? Я даже не знаю, как и сказать, товарищ из Санкт-Петербурга. Как есть, так и скажи. А как? Ну, скорее всего, думаю, по инерции ходим. Так уже. То, что надо идти на работу, мы идем. Ну, слава богу, что человек работает и надеется, что на него обратят внимание, что он действительно не лодырь, желает трудиться. Сейчас люди здесь обижены, что ли, то, что сейчас село запущено, причем совсем не так, как говорят, что лодырь, мол, пьяницы, бездельники и так далее. Конечно, это не так. Видно, что к селу отношение из центров плохое. То есть изначально сельское хозяйство губится, конечно. Все это люди ведь понимают лучше нас. А трудолюбивых людей еще много осталось. И тех, которые еще надеются. Нам нужно, конечно, жить с Богом. В восстановленном пределе храма идет служба. Далеко не все сельчане заходят сюда. Не все надеются выбраться из ямы банкротства, куда их спихнули, да и сами они не воспротивились. Но в чем же тогда найти моральную скрепу, оплот? Что, кроме православной веры, позволит услышать клич этой прекрасной, могучей земли, услышать утренний колокол, голос внутренней воли? Николай Сергеевич, вот в репортаже речь идет о селе Банкроте. Но мало ли у нас таких банкротов, городов, целые области, края. Да и страна наша. Неужто, как вы думаете, ей предназначено стать страной банкрот? Во всяком случае, все предыдущие наши правительства и руководство страны Самое Высокое вели Россию именно по этой дороге. Вот 15 ноября кончается трехмесячный срок, когда мы отказались вроде бы на законных основаниях платить внешние долги. Если мы сможем после 15 ноября платить, ну мы еще более или менее как-то стоим в ряду других слабеньких стран. А если нет, то мы с вами банкрот. Поэтому об этом сейчас идут переговоры за закрытыми дверьми с Международным валютным фондом. Опять переговоры, опять с Международным валютным фондом. Вот обычно деятельность правительства оценивается по 100 дням. Такая традиция. Скоро пройдет половина у нового правительства Примакова, 50 дней. Так сказать, промежуточный финиш. Можно ли сказать что-то определенное о программе? Ну, вернее, даже не о программе, а о направлении работы правительства? Я думаю, что вот о направлении работы правительства, в принципе, сказать уже можно. Потому что оно определяется одной фразой, которую произнес Примаков в своем телевизионном обращении к народу. Что впредь мы будем обращать в первую очередь на интересы общества и только потом на интересы личности. До этого мы в 7 лет жили наоборот. Впереди были интересы личности любой воровской, коррумпированной. А общество, государство отбрасывалось на потом. Но это не красивые слова, так, чтобы привлечь к себе внимание? Думаю, что нет. Потому что, видите ли, он получил большое политическое доверие Примаков. Его поддержала Дума сразу, сходу. Все предыдущие правительства навязывались президентом под угрозой разгона Думы. Когда Примаков появился вот недавно в Совете Федерации перед сенаторами, они ему устроили овацию, они его приняли. Он совсем пару дней назад выступал на съезде промышленников и предпринимателей и опять был тепло встречен. В Свято-Даниловском монастыре состоялась соборная встреча, на которой присутствовало очень много политических деятелей. И тоже тема была это оказание поддержки правительству. Я даже на матче футбольном был, вот Спартак, Реал, Мадридский, когда 50 тысяч зрителей впервые аплодировали Примакову как государственному деятелю, появившемуся на трибунах. Вы хотите сказать, что если он не появился на Интере, в игре Спартака с Интером, поэтому мы и проиграли, да? Ну, в какой-то степени возможно. Потому что фактор вождя всегда имеет большую роль. Но поразительно, что вот вместе с такой общественной, я бы сказал, политической поддержкой Примакова и его правительства резко контрастирует поведение средств массовой информации. Да, вот вы говорите, у правительства столько друзей и сторонников. И дума вся. Ну, я не знаю, по-моему, только один Жириновский голосовал против Примакова. Ну, и тоже сейчас за него выступают. И коммунисты, и аграрии, и народовластия, и демократы. Кто только не за Примакова. А средства массовой информации в основном критически относятся. И, так сказать, стараются, ну, так сказать, легнуть. Вы абсолютно правы, Александр Николаевич. Вот тут как, какую газету не откроешь крупную, там, «Коммерсант», «Ли», «Известия», «Сегодня», да любую. Тех, которые выражают интересы того, кого мы называли олигархами. На поверку-то оказалось дутье художественное, а не олигархи. То, конечно, вот прямо со страниц газеты чувствуешь переполняющую их ненависть. Извините, Николай Сергеевич, вот вы говорите, дутье художественное, но сдули-то большие миллиарды долларов из нашей казны. В этом нет сомнения. Карман они свои набили. Но то, что они оказались политически и экономически несостоятельными, ведь они же претендовали на то, чтобы быть и отцами нации. Они прописывали предвыборные манифесты, они диктовали курс поведения президента. Сейчас-то они слиняли, их не видно уже никого на повестке дня. То есть банкротство их политическое и экономическое полностью. А деньги, разумеется, конечно, они уж позаботились обеспечить себя этим товаром до конца дней. И вот пресса, которая еще контролируется ими, нет-нет, да так сказать, скрипит зубами, да еще как. Временами даже вообще заливается кошачьим визгом и воем против нового правительства. А сколько они уже запустили уток, набитых, так сказать, антиправительственной желчью, то они заявили о том, что правительство собирается прекратить свободное хождение доллара. Примаков вынужден был отвергать. Потом запустили слух, что Примаков метят в кресло президента. Опять с негодованием Примаков вынужден был отвергать. Затем заявили о том, что они возвращаются к советским временам закрытости, что правительство будет вываривать свою политику в отрыве от общественности. И опять оказалось дутьем. Но, тем не менее, кампания антиправительственной не прекращается. Маслюков, как наиболее одиозная фигура для вот этих олигархов, он вообще подвергается даже кухонным сплетням. Его обвинили в том, что у него 11 персональных автомашин. Ирия Новости только дала такое крошечное опровержение, что у него всего-то одна старая иномарка, приобретенная в 92-м году. На него так же катят бочку, что он собирается взять под свой контроль Росвооружение. Эта компания действительно зарабатывает от 3 до 6 миллиардов долларов в год. Но вот подступиться к этой компании, к этим доходам, куда они идут, пока еще никто не решался. И вот попытки Маслюкова установить контроль над ней встречаются в штыки сразу прессы. Короче говоря, пресса, средства массовой информации сейчас является монопольным рупором самых антипатриотических, олигархических сил России, которые препятствуют нормализации обстановки и будут ставить палки в колеса правительства. А вы говорите, что они потеряли влияние. Олигархи. Я хочу, кстати, обратиться ко всем нашим слушателям и зрителям, что будьте критичны к тем оценкам, которые дают средства массовой информации и деятельности правительства. Помните о том, что за каждой газетой стоит монопольный олигарх. Это не газеты, которые отражают общественные мнения. Так же, как не отражает общественность так называемое общественное российское телевидение. Общественного там ничего нет. Николай Сергеевич, чтобы продолжить эту тему. Вот коротко, как вы считаете, зачем нужна сегодня такая, опять же, развернутая кампания гонки президентов, кандидатов в президенты, вернее? Да, этим сейчас неимоверно увлекаются все, даже иногда превращая саму президентскую кампанию в некое такое посмешище ярмарочное. Но когда выдвигаются в свои кандидатуры такие люди, как Старовойтова Галина, то, конечно же, кроме улыбок саркастических, вызвать это ничего не может. Конечно, стараются как можно больше выудить у возможных кандидатов в президенты параметры их будущей политики, потому что средства массовой информации через тех вот продажных писак стараются всячески, так сказать, узнать, а что же будет дальше, а что будет с ними. А России, как правило, так сказать, они и не беспокоятся, как и не беспокоились все 8 лет. Они защищают просто интересы пещерного периода дикого капитализма в России. Больше их ничего не волнует. Николай Сергеевич, вот сегодня часто в средствах массовой информации можно слышать, давайте будем следовать Конституции. Не приставайте к президенту, не торопите его, не надо уходить в отставку ему, в добровольную. Не нужен импичмент. Давайте следовать Конституции. А разве по Конституции у нас нет того, чтобы уйти добровольно в отставку или провести импичмент, так сказать, от решения должности? Это тоже следование Конституции? Конечно, все есть. У одного из сатириков, поэтов конца 19 века, есть прекрасное стихотворение, как Трина Боба собирались осчастливить свой народ. И самым мудрым из них оказался один, который произнес такие слова. Я бы для счастья отчизны родной взял бы просто и ушел на покой. Вот это лучшая, пожалуй, рекомендация. Нашего президента выходить? Да, разумеется. Или всем политикам, которые... Пока президенту. Пока президент. Вот события в Дагестане. Они приобрели сейчас, ну что ли, характер настоящих военных сражений. Вновь Чечня заговорила о себе, как об очаге, очаг нестабильности. Вот так ли уж правы наши эти миротворцы? Черномырдин, Лебедь, Рыбкин, Березовский. Когда они стараются купить у чеченцев, у боевиков, какими-то, я не знаю, милосердия. Чем купить? Я так и не могу понять. Деньгами. Мы с вами на эту тему уже несколько раз разговаривали в Русском доме. И придерживаясь той же позиции. Во всем мире к террористам отношение беспощадное. Только Россия является исключением в этом смысле. Мы говорили о том, что Дагестан является уязвимым местом в России. Сейчас я должен сказать, что мы уже прошли этот этап. Дагестан пронизан метастазами бандитизма. В Дагестане российская власть фактически номинальна. И потеря Дагестана – это вопрос времени. Это не вопрос уже, собственно, принципа. На очереди стоит конфликт между Ингушетией и Северной Осетией. Там только накапливаются силы, накапливаются вооружения, организационные структуры. Но кровь там польется обязательно. Вы посмотрите, стало нормальным институтом похищения и вызволения людей из чеченского плена. Мы с этим смирились. Привыкли, как будто бы это обыкновенная поясничная боль в душе государства. В то время как это страшнейшее преступление против человечности. Никакой бухгалтер не ведет учета, сколько освободили, что подается обычно с большой помпы, а сколько украли, о чем мы молчим. И вот те сражения, о которых вы говорите, это был рейд одной из бригад, которая ставила свою целью, захват людей. И у них постоянно находится блок в 300-400 человек в плену, которых они разменивают на тех или иных, так сказать, людей, которых они считают нужным. Или продают за деньги. У меня тоже возникает такой вопрос. Вот, например, там есть такой террорист Хаттаб. Он вообще гражданин совершенно другого государства. И мы знаем, что он гражданин другого государства. И находится здесь не по дипломатической визе, и не по чьему-то туристическому приглашению. Не получил разрешения. Но находится. Как это можно расценивать? Или как можно расценивать государственные тогда службы? Величайшей трагедии российская власть, вся от верху и до тех, кто непосредственно исполняет эту политику, не определила своей линии поведения на Северном Кавказе. Страна полностью, весь этот край милитаризован. Оружие имеется у всех. Но граница с Чечнёй для нас практически является государственной. Мы не можем ни преследовать группы, не можем вторгнуться. А для чеченцев эта граница административна. Они спокойно выходят оттуда, грабят скот, угоняют сельхозтехнику, тащат людей. Поэтому тут как полупроводник границы работают. В одну сторону всё можно, а в другую ничего нельзя. Поэтому российскому государству и правительству надо очень серьёзно подумать и определиться. А почему, как вы думаете, держатся в секрете технологии вызволения наших людей с плена? Эффективными до сих пор были две технологии. Или выплата дани, либо обмен на преступников чеченцев, которые сидят в наших тюрьмах за уголовные преступления. Всё остальное это, так сказать, мифы, которые, по-моему, раздуваются. Ну что ж, спасибо, Николай Сергеевич. Я думаю, вы ответили сегодня на те вопросы, которые задавали наши телезрители. А я хотел бы вам сейчас рассказать о событии, масштабах страны, которые, может быть, оно и небольшое, это событие, но, я бы сказал, знаменательное. Сегодня, когда останавливаются заводы и фабрики, есть места, где, наоборот, строится новое производство. Притом, по последнему слову, техники. И всё это потому, что ничего там не делается без имени Божьего. Гальваника – необходимый участок производственной цепи Софринского объединения. Он полностью оснащён новейшим немецким оборудованием, для которого были закуплены все необходимые технологии, что позволяет не только улучшить качество продукции, но и значительно снизить водопотребление, защитить людей, работающих на производстве и избежать вредных выбросов в атмосферу. Производство Софрина, которое с каждым годом усовершенствуется и используется всё новые и новые технологии, должно давать хороший пример вообще для нашей промышленности, потому что вот опыт из приобретения новых технологий, если мы приобретём и в других предприятиях, то мы станем конкурентоспособными и откроем рабочие места у себя здесь, в своей стране, а не будем всё закупать за границей. К этому надо. Я думаю, этим путём мы скорее выйдем из того экономического кризиса, в котором сегодня находимся. Алексей II осмотрел все цеха и участки предприятия, ознакомился с новыми образцами продукции, побеседовал с сотрудниками производства. Он подробно узнал о том, сколько и каких заказов выполняет предприятие, заметив, что сейчас множество храмов нуждается в новой утвари. Святейший Патриарх ознакомился и с ценами на продукцию. Он отметил, что необходимая христианам церковная утварь должна быть обязательно доступна как вновь строящимся храмам, так и пенсионерам и малоимущим. А вот в мире больших денег творится что-то неладное. Вроде ещё далеко до массовых банкротств и полного коллапса. Брокеры-банкиры не бросаются из окон своих офисов в Лондонском Сити и на американском Уолл-Стрите. Но всеобщее напряжение чувствуется. Начнём с того, что в Японии налицо беспрецедентный кризис банковской системы. Обанкротились крупные банки. Причём это банки, осуществлявшие досрочные вложения, долгосрочные вложения, высокотехнологичные сферы. В Соединённых Штатах обвал индекса Доу-Джонса. Нечто подобное было и примерно полгода назад. Тогда вроде нашли удовлетворившее всех объяснение. Рынок был перегрет и неминуемо должен был упасть. Но в этот раз такое объяснение не подходит. Дело явно в чём-то другом. Доу-Джонс – это сводный индекс фондового рынка Соединённых Штатов. Но есть и индексы акций компаний отдельных отраслей промышленности. Вот здесь интересные совпадения. А может быть и не только совпадения. Идут вниз акции компаний, осуществлявших долгосрочные вложения в сфере передовых технологий. Это нейропрограммирование и нейролингвистика. А проще – в сфере создания искусственного интеллекта. Такие технологии не реализованы ни в одной стране мира. Хотя их приобретение позволит выйти на новый уровень как гражданских, так и военных разработок. Буквально совершить скачок в следующий век. Так вот, акции компании, которые предположительно и инвестировали в эти программы, не исключено, что частично по заказу военных уже почти полгода стабильно катятся вниз. Кстати, возвращаясь к так называемым совпадениям, большие инвестиции в эту же сферу делали и японцы, но так и не смогли притворить скромные теоретические наработки в жизни. Складывается впечатление, что из сферы передовых технологий идет скоординированный вывод миллиардов, если не десятков миллиардов долларов. Что это значит? По всей видимости, в Соединенных Штатах провалились программы в области высоких технологий. Теперь из компаний, которые инвестировали деньги в эти исследования, без лишнего шума выводят средства. Скорее всего, американцы пошли по одному из тупиковых направлений исследований. И вот сейчас, после неудачи, темпы работ несколько снизились. В России это дает шанс не полностью, я подчеркиваю, не полностью отстать в передовых технологиях. Может, в России прямо помнится и поймут, что шанс догнать есть, но вечно он представляться не будет. 180 лет назад, 22 октября 1818 года, родился Кузьма Терентьевич Солдатенков. На деньги этого известного купца-благотворителя содержались несколько московских богоделин. Многие годы Кузьма Терентьевич постоянно выделял средства в фонд Румянцевского музея, которому он завещал свою уникальную библиотеку. Немало жертвовал он средств на стипендии и пособия студентам Московского университета. В своем завещании Кузьма Терентьевич выделил 1 миллион рублей на создание ремесленного училища и бесплатной больницы для всех бедных, без различия званий, сословий и религий. Ныне это известная в Москве Боткинская больница. 22 октября 1812 года покидавший Москву Наполеон отдал приказ взорвать Кремль, некоторые общественные здания и монастыри. От вандализма цивилизованных французов российские святыни спас ворвавшийся наутро в Кремль казачьи разъезд. Казаки захватили французских саперов, которые показали места заложения взрывчатки. Часть запалов успели обезвредить мужественные жители и монахи. Помогла и русская природа. Начавшийся сильный ливень подмочил многие фитери. Из подстроений было извлечено около тонны невзорвавшегося пороха. Тем не менее, ряд взрывов все же прозвучал. От них пострадали Кремлевский дворец, Грановитая палата, колокольня Ивана Велихии и несколько кремлевских башен, порухнула часть Кремлевской стены. Сейчас даже трудно представить, каким непоправимым последствиям привел бы взрыв всех заложенных фугасов. Стоит отметить, что взятый спустя полтора года русскими Париж не разделил благодаря Великой Театре. Сто лет назад, 26 октября 1898 года, постановкой «Царь Федор Иоаннович» открылся Московский художественный театр. Идея создания театра родилась в ресторане «Славянский базар», где состоялась встреча будущих знаменитых режиссеров, основателей МХАТа Станиславского и Немировича Данченко. Третьим отцом-основателем театра можно по праву считать купца-мецената Савву Морозова. Без его материальной поддержки идея двух российских служителей Мельпомены так бы и осталась витать в стенах московского ресторана. Подлинное рождение художественного театра связано с драматургией великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Его пьесы создали атмосферу неповторимое своеобразие и реформаторское лидерство МХАТа в мировом театральном искусстве. Успех театра на протяжении столетия неотделим от творчества многих поколений выдающихся актеров МХАТа Качалова, Книппер, Москвина, Андровской, Баталова, Хмелева, Тарасова, Яншина, Грибова, Дорониной, Ефремова. В этом году исполняется 215 лет с момента основания Екатериной Дашковой Российской Академии Словесности. Правоприемниками ее просветительской деятельности стали современные писатели и журналисты, которые зарегистрировали в этом году Российскую Академию Словесности в столичных органах юстиции. В здании Малого театра состоялось вручение дипломов действительных членов Академии. Дипломом номер один удостоен драматург Виктор Розов, который так объяснил назначение вновь созданной Академии. Единый-то русский язык стал ужасно замусориваться. Но все-таки давайте мы все будем говорить по-русски. Среди действительных членов Академии имена Петра Проскурина и Дмитрия Балашова, Юрия Соломина и Николая Губенко, митрополитов Кирилла и Петерима. Диплома удостоен и руководитель телеканала «Московия», главный редактор журнала «Русский дом» Александр Крутов. Дорогие друзья, я бы хотел перефразировать слова великого поэта, что наступит время, когда не Тополя с Марининой, а Губелинского и Гоголя и Пушкина с базара понесут. Среди удостоенных звания члена Академии были и политические деятели. Так Геннадий Селезнёк сказал, что в Думе идет работа над законом о защите русского языка. Он посетовал на то, что телерадиожурналисты часто недобросовестно относятся к чистоте русской речи. Однако, по мнению собравшихся, и политическая арена является в этом отношении не лучший пример. Наши политические деятели очень любят зарубежные слова. Вот смотрите, как любопытно было, вместо того, чтобы сказать нам, друзья мои, у нас катастрофа в стране, у нас плохо, нам сказали, у нас стагнация. Они избрали для себя зреческий язык, язык, который как бы непонятен всем другим в обществе. Люди при этом, слушая их мудреные слова о траншах, о дефолтах и так далее, теряются. А с другой стороны, эти-то люди камуфлировали своё полное непонимание ни страны, ни её проблем, ни её чаяний и потребностей. Собравшиеся ревнители российской словесности сошлись на том, что родную речь нужно всемирно защищать, не давая распыляться в море пошлости и дурного вкуса. Родной язык не выбирают, как не выбирают мать и отца, место и время рождения. Но именно то, что мы не выбираем, во многом определяет нашу судьбу. Так и русский язык. Мы гордимся своим языком, но ничто не снимает с нас ответственности за него. И если вся история нашей страны была связана именно с русским языком, то грешно бросать его на произвол местных националистов. Ситуация с русским языком и российским культурным влиянием на Украине сегодня достаточно далека от однозначной. Русский язык был и остаётся, особенно на востоке и юге республики, доминирующим. Газеты, радио и телеканалы работают в основном на этом языке. И всё бы ничего, не будь некоторых внушающих тревогу фактов. Продолжает набирать силу информационно-культурная изоляция Украины от России. Уже сегодня из газетных киосков полностью исчезла пресса, которую печатают в Москве. Это не чисто российские газеты, журналы. Это печатающиеся на Украине, поэтому цена у них соизмерима со всеми украинскими газетами. А вот те газеты и журналы, которые издаются непосредственно в Москве, вы получаете? Нет, мы их не получаем. Не лучше обстоят дела и с подпиской. Только за последние пять лет число подписавшихся на российские издания на Украине сократилось в сотни раз. Газета поступает очень регулярно. Значит, у нас приходят или раз в неделю по штук 5-6 газет, или иногда даже раз в две недели. Полный ящик забивают. Тревожные времена переживают на Украине и русские школы. Вместо вполне демократического и общепринятого принципа свободы выбора языка обучения, действует своеобразная министерская разнарядка, с помощью которой и определяют, сколько и каких школ должно быть в тех или иных регионах. Как мы вводим украинские школы? Мы вводим так, решаем, что эта школа в этом году набирает первый класс украинский. Это означает, что в следующем году будет первый и второй. Своеобразную эволюцию претерпевает на Украине российское телевидение. При огромной, просто несравнимой популярности телеканалов в России у миллионов рядовых телезрителей, их сфера распространения неуклонно сокращается. Даже программа «Время», которая при всех ее нынешних изъянах пользуется в силу массовой привычки наивысшим потребительским спросом, подверглась жесткой редакторской правке. После устранения российских конкурентов с общенациональных каналов наступила, похоже, очередь кабельных сетей телевидения, которые хоть как-то компенсировали жителям Украины нехватку новостей из России. Согласно принятому украинским правительством новому положению о кабельных телестудиях, последние фактически лишаются права на беспрепятственную ретрансляцию российских телепрограмм. В незавидном положении оказались и местные библиотеки. Со времен обретения Украины независимости государство практически самоустранилось от содержания этих очагов культуры. В книгохранилище почти не поступают даже собственно украинские издания. Что уж говорить о российской книжной продукции. Дети сейчас увлекаются классикой. У нас, извините, воруют классику. У нас стихотворение Пушкина, выдать я памятник себе возле книгного творения, уже сложно, потому что его нет в библиотеке. Дошло до того, что главным источником пополнения публичных библиотек стали доброходные дарения местных жителей. И, тем не менее, невзирая на министерские директивы, жизнь русского языка на Украине продолжается. Житейские реалии повсеместно превозмогают силу чиновных инструкций. И изменить что-либо в этом фундаментальном факте, видимо, не дано никому. Воспитанные гражданами великой многонациональной державы миллионы жителей Украины и сегодня ощущают свою личную причастность ко всему, что происходит за противоестественной с их точки зрения северо-восточной границей. Две трети из них, согласно данным соцопросов, поддерживают любые шаги, направленные на расширение российско-украинского сотрудничества. А самым популярным среди президентов СНГ на Украине сегодня стал никто иной, как Александр Лукашенко, известный своей союзной и российской ориентацией. Я думаю, что мы всегда должны быть вместе в одной семье. Я вообще с Ростова приехал здесь, живу 20 лет, так что я считаю, что мы должны вместе быть. Все это было зря сделано, развалено в свое время. Видимо, нужно всем было попробовать, что такое независимость. Когда-то этого были лишены, поэтому разбежались. В будущем, я надеюсь, они соединятся. Господи, это все мы русские. Какой смысл в том, что кто-то украинец, кто-то. Это все большая наша родина. Нас на этом воспитали, нас на этом вырастили. Юрий Селиванов, Вячеслав Архипов. Специально для программы «Русский дом. Украина». Сегодня гость «Русского дома», директор института стран СНГ Константин Федорович Затурин. Константин Федорович, вот растет понимание все-таки того, что зря разрушили, что все мы, как говорится, русские, одна ветвь, один ствол огромного дерева. Понимание растет. Это понимание растет у людей, которые сталкиваются с плодами независимости. Но, к сожалению, не проникают часто в среду элиты, которую мы прежде называли номенклатурой, то есть правящие классы. Вот они, на самом деле, готовы променять на поездки в дальнее зарубежье, на неподконтрольность, променять желание своего собственного народа. Поэтому, несмотря на все те слова, которые говорили только что простые люди на улицах Украины, Украина по-прежнему ведет свою политику. Это политика дистанцирования от России и сближения с Западом. Вы можете привести факты, цифры того, как противоречит желание простого народа, простых людей и, так сказать, элиты? Ну вот, наш институт недавно подготовил такое исследование специальное, сравнительное у положения украинцев в России и русских на Украине. Я напомню, что на Украине проживает 22% населения, 11 с лишним миллионов по официальным данным это русские, этнические русские. Я уж не буду говорить о том, что многие украинцы считают себя русскими, пожалуй, одни только западноукраинцы, да и то не все считают, что они совершенно другой народ. Но в России украинцев 4,5 миллиона, меньше 3% сегодня. И за это время, несмотря на все наши очевидные трудности, мы далеко довольно ушли в том, чтобы поддержать развитие украинской культуры здесь в России. Минюз зарегистрировал украинскую культурно-национальную автономию в масштабе всей России. Существует Конгресс украинцев в России, готовится к открытию вот сейчас огромный центр украинский на Арбате в центре столицы России. Что делается в это время на Украине? На Украине этот центр русской культуры, ему отведено малопрестижное помещение. К этой работе по созданию этого центра не привлечена русская община. На Украине в это время законодательно наступление осуществляется на права русского языка, потому что, скажем, с некоторых пор запрещены вступительные экзамены иначе, кроме как на украинском языке. Даже в русскоязычном Крыму, где проживает большинство русских, даже там по существу не осталось ни одного русскоязычного высшего учебного заведения. То есть, в то время, как в России предоставляются возможности для украинцев, а сами украинцы, надо сказать, в России особенно не отделяют себя от русских, на Украине, где русский язык был общераспространенным, он сознательно ограничивается и загоняется в подполье. Касанин Федорович, скажите, как вы думаете, вот стоит ли говорить об этом вот так вот громко, ясно, потому что мне иногда поступают письма, звонки, мол, не надо, зачем вы делаете так, чтобы будете какое-то противопоставление между нашими народами? Я думаю, что девиз вашего журнала не в силе Бога, в правде. Если мы откажемся от правды, даже в таких вот, казалось бы, деликатных вопросах, то в таком случае мы не заметим, как очутимся в полной неправде. И вот сегодня такой полной неправды очень много в отношениях внутри СНГ, в самих этих государствах. Одна из главных неправд это положение на самом деле русского языка и культуры, положение русского человека в новых независимых государствах. Вот, кстати, я бы хотел сейчас остановиться особо на положении в Казахстане, тем более, что там нежданно-негаданно под всеобщее ликование всего казахского народа проходят выборы в январе президента. И великий президент Назарбаев, Нусултан, дал свое добро. А премьер-министра, по-моему, даже уже обвинили в каких-то там махинациях. Я хочу прежде всего выгородить казахский народ. Казахский народ в большинстве своем, кстати говоря, европеизированный и русскоязычный за все эти годы. Он не имеет, конечно, прямого отношения к тому, что делает с Казахстаном элита. Элита, да, преимущественно казахская. Опять элита. Возглавляемая президентом Назарбаевым. Сегодня у вас в программе вы начинали ее с обсуждения тех визитов, которые только что состоялись, где наш президент был больше похож на постоянно падающую Пизанскую башню. Так вот, я хочу заметить, что этот визит последний в Казахстан, он сыграл самую черную роль с точки зрения внутренних процессов в Казахстане, потому что вы правы, только что был очередной раз разыгран фарс в Казахстане. Об этом надо прямо сказать, прямо сказать нашему телезрителю. Этот фарс состоял в том, что президент, который никогда не избирался так, как должен был бы избираться, президент Назарбаев, протащил через парламент решение о досрочных выборах 10 января следующего года. Сделан Сделан это по одной причине, потому что власть его тает, рейтинг, как сейчас говорят, падает, и он, наблюдая за тем, что происходит в России, понимает, что приход в России к власти людей, сколько-нибудь национальных, понимающих государственные интересы, может привести к тому, что многие прежде пренебрегаемые проблемы могут теперь оказаться во главе угла в наших отношениях. Поэтому он торопится. У него срок полномочий истекал в 2000 году. Полномочий, который он сам себе назначил. Он торопится провести досрочные выборы и провести по существу очередной раз выборы без выборов. Я напомню, в 1991 году был ему единственный альтернативный кандидат, который после милицейской провокации не смог зарегистрироваться и были безальтернативные выборы. В 1995 году вообще не было выборов, а был так называемый референдум по продлению полномочий, когда приняли решение, якобы чуть ли не большинством народа. А как это происходит, мы знаем по собственным выборам, насколько тут правильно считают. И в результате полномочия были продлены до 2000 года. И сейчас вновь предпринимается такая попытка. И в данном случае то, что президент Ельцин подписал с Назарбаевым документ о сотрудничестве до 2007 года, означает, что он по существу подписал с тем, кого сам он хотел бы видеть в этом качестве. Но будет ли Ельцин до 2007 года, я думаю, никто в России это не верит и не только в России. То есть, вы считаете, что в Казахстане опять пройдут безальтернативные выборы и Назарбаев опять станет начальником над Казахстаном? Ну вот, вы упомянули, речь идет о бывшем премьере Казахстана, который ушел в прошлом году в отставку по традиционной для наших государств причине, потому что интересы премьера столкнулись с интересами семьи самого президента Назарбаева. В результате он вышел в отставку, это речь идет о Кожигельдине, и за это время вырос в альтернативного кандидата. Я не хочу сказать единственного, но имеющего, пожалуй, наибольшие шансы как человека достаточно влиятельного, в том числе в нынешней партии власти. И представьте себе, что этого наиболее влиятельного кандидата сейчас отстраняют от участия в выборах на том основании, что он принял прежде участие в создании еще пока не зарегистрированной организации за честные выборы. Вот за то, что Кожигельдин приложил руку к созданию организации за честные выборы, его оштрафовали на 10 окладов, а на том основании, что оштрафовали, это в данном случае основание для того, чтобы не зарегистрировать. Представьте себе, что в 96-м году Геннадий Зюганова, как основного оппонента Бориса Ельцина, лишают права участвовать в выборах на том основании, что кто-то говорит, что он, допустим, был в нетрезвом состоянии или еще что-то такое совершил смешное и во что мы не можем поверить. Константин Анатольевич, Восток – дело тонкое. Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в Русский дом. Я надеюсь, что мы еще встретимся обязательно в нашей программе и расскажем о положении не только в Казахстане, но и в соседних, бывших наших союзных республиках. А вам, уважаемые друзья, я предлагаю перейти от политики к искусству. Итак, Московскому художественному академическому театру исполняется 100 лет. Юбилейные мероприятия, посвященные этой дате, проходят в течение всего этого года под эгидой ЮНЕСКО, что говорит о международном значении этого события. Очень жаль, но эта дата станет поводом и для печальных размышлений. Умеем ли мы беречь и сохранять то лучшее, что есть в нашей культуре? Похоже, обойдут стороной праздники и то место, которое могло бы стать центром юбилейных торжеств и мероприятий подмосковную Любимовку. Здесь находится музей-усадьба, неразрывно связанная с именем основателя МХАТа Сергея Константиновича Станиславского. Эти кадры мы снимали в Любимовке более года назад. В момент, когда православным верующим запретили возрождать разрушенный храм покрова Пресвятой Богородицы, собираться на богослужение. На врата при входе храма появился замок, их опутали проволокой. Произошло это при смене хозяев усадьбы после того, как была она передана благотворительному фонду имени Станиславского. Хотя верующие делали все по закону, был зарегистрирован новый приход, благочинным Пушкинского района был дан настоятель, от властей было получено разрешение начать возрождение храма. Эта церковь является частью усадьбы, которая неразрывно связана с именем Сергея Константиновича Станиславского. Он здесь вырос, мальчиком 14 лет сыграл свою первую роль на подмозках домашнего театра, а в храме покрова венчался с актрисой Марьей Петровной Лилиной Перевозчиковой. Хотя церковь считалась усадебной, она была открыта для всех крестьян окружных деревень. Именно здесь, в родовом имении, и родилась идея у Станиславского совместно с Немировичем Данченко создать московский художественный академический театр. За годы советской власти имение пришло страшное запустение. За ветхостью был разобран главный дом усадьбы, сгорела белая дача, а в храме было устроено общежитие, потом магазин, в алтарной части находилось отхожее место. Дважды в церкви происходил пожар, и к началу восстановительных работ храм представлял собой печальное зрелище. Логично было бы ожидать, что к столетию МХАТа музей-усадьба будет восстановлено. К тому же, еще при прежних хозяевах были найдены предприниматели, готовые помочь возрождению Любимовки. В этом году мы приехали на праздник Покрова вместе с мучатым племянником Станиславского Степаном Степановичем Балашовым. Знаете, я вам что скажу, мы все свидетели, когда тут светили куличи, и вы знаете, какая была радуга над храмом, в жизни первый раз вижу. Однако храм Покрова предстал пред нами в том же виде, что и год назад. Обещание возродить главный дом усадьбы Алексеевых Станиславского остались просто словами. Сейчас на этом месте пустырь. Интересно, куда же ушли все средства, выделенные на МХАТовский юбилей? Очевидно, что только не на музей-усадьбу. В администрации Пушкинского района его благочинным было приложено немало усилий, чтобы уладить дело мирным образом. Но тем не менее, запрет на восстановление храма снят не был. Когда мы отмолим, а я надеюсь, что мы отмолим, молим обязательно. И тогда только мы. Я без слез не могу говорить. Я все время плачу. Как только гляну на этот храм, у меня слезы невозможно. Это наш. Наш храм. Дайте нам, ради Бога, что-нибудь. Помогите нам. Сейчас владельцы территории уверяют, что стройка идет неправильно, что проект, по которому восстанавливается храм, не совпадает с историческим оригиналом. Но достаточно взглянуть на кадры хроники, чтобы увидеть. Это не так. Смотря на то, что это была домовая церковь, то есть священник был на иждивении у семьи Алексеевых, здесь всегда молились люди. На этот праздник покрова Божьей Матери верующие молились в старом флигеле. Накануне их вновь предупредили. До конца этого года они должны покинуть территорию усадьбы. Но все же прихожане верят. Все, что невозможно людям, возможно Богу, который не оставляет их своей милостью. В начале восстановительных работ на старых стенах проявился лик спасителя. Вот она, чудесная фреска, бережно сохраненная верующими. И другое событие было воспринято как добрый знак. Мы разбирали печь вот здесь, в этом нашем небольшом домике, где у нас временный домовый храм. И печник, верующий, кстати говоря, человек, который совершенно бесплатно и по доброй своей воле помогает нам восстанавливать эти старые печи, которыми мы здесь отапливаемся. А этому флигелю вот уже больше ста лет. И вот в печи был обнаружен крест. Но он был не такой, а черный, неузнаваемый почти. Вот его очистили, тут же вот наши прихожане. Вы видите, ну как какое-то знамение такое Господь послал, вот этот крест святой, которым содержится вся наша святая церковь. И, конечно, для нас это радостное такое знамение, что Господь не оставляет нас. И еще для любителей духовного чтения. Издательство Стретинского монастыря выпустило серию прекрасных книг замечательных русских писателей. Иван Шмелев «Лето Господне» и «Богомолье», Борис Ширяев «Неугасимая лампада», Николай Лесков «Соборяне», Борис Зайцев «Избранное», «Воспоминания отца Арсения». Прочитав эти книги, вы можете ответить на многие вопросы, которые сами задаете себе. Приобрести их можете в книжной лавке Стретинского монастыря «Большая Лубянка», 17. До свидания, всего доброго. Русский дом. Не в силе Бог, а в правде. Журнал для тех, кто любит Россию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова